Доброе утро, друзья! Друзья, самое время проснуться, потянуться и улыбнуться. Ведь в стране, в которую мы отправляемся, улыбка – это не просто правило хорошего тона. Это визитная карточка. Это, знаете ли, must-have США на наш вкус. Для нашей американской мечты вовсе никуда не нужно лететь. В кулинарной студии Легурме полная свобода в выборе рецепта, абсолютная независимость в пользовании посуды и, конечно же, обещание процветания, если речь идет о чем-нибудь вкусненьком. 50 штатов, настолько разных, настолько уникальных, что кажется, будто под каждой из них отдельно создавалась история, отдельно создавались традиции и даже пейзаж. Разобраться во всем этом разнообразии помогу вам я, Евгений Булко. Итак, в нашей программе. Сегодня мы отправимся в Голливуд и заглянем по другую сторону кинокамеры, узнаем, в какую копеечку обойдется американское образование и как можно добиться карьерных вершин за океаном. Вместе со служным артистом Беларуси посетим церемонию «Оскар» и выпьем шампанского с Квентином Тарантино. Расскажем, кто разработал дизайн американского флага, в каком штате слону необходимо платить за парковку и множество других интересных фактов. Познакомим вас с многообразием блюд в американской кухне и сами приготовим вкуснейшие тако. Поделимся секретом выбора чеснока и оригинальными способами маринования мяса и огурцов. А завершим программу под звуки музыки настоящей Америки. Настойчивый патриотизм – вот что отличает истинного американца. Дело в том, что это просто культурная традиция – обязательно знать всех своих родственников вплоть до десятого колена. Поэтому, если вы спросите американца, какие твои корни, то эта беседа может затянуться на целые часы. О чем еще можно поговорить с американцами, узнаем прямо сейчас. Голливуд – столица мировой киноиндустрии. Хотя на самом деле это всего лишь район грандиозного Лос-Анджелеса. И в 19 веке Голливуд был сельскохозяйственным центром. Поэтому неудивительно, что белорусы стремились именно туда. Но это было в 19 веке. А вот как современная девушка попала уже в кино Голливуд, а это Ксения Ёрш, узнаем совсем скоро. Наши гости. Ксения окончила факультет международных отношений БГУ, но быстро поняла, что это не ее призвание. Собрав волю в кулак, девушка отправилась в американскую киноакадемию, где и узнала о своей любви к продюсированию. За время учебы Ксения участвовала в десятках студенческих проектов, а по окончании академии уже спродюсировала 4 полнометражных фильма и 14 короткометражек. В 2016 году два документальных фильма были представлены в Каннах. И вот мы уже рады приветствовать живое в облащении американской мечты. Ксения, привет. Здравствуйте. Слушай, ты вот прям во всех вопросах такая рискованная. Прям раз решила сменить место жительства, отправилась из Беларуси в США. Раз надоела тебе привычная мамина пюре, переключилась на... Вот на что ты переключилась? Какое блюдо тебя удивило в США больше всего? Ну, как ты уже правильно сказал, США — это страна, в которой большое количество штатов. В каждом штате есть свои интересные особенности. Калифорния отличается тем, что туда приезжают люди со всех стран мира, поэтому очень часто кухни смешиваются. То есть с селедкой с молоком там никого не удивишь? Абсолютно нет. Недавно стали популярны кроноты. Это смесь кончиков и круассанов. Большой популярностью сейчас пользуются бурритой суши. То есть вместо привычных нам роллов мы кушаем буррита, внутри которых начинка для суши. А сегодня мы что будем готовить? А сегодня мы готовим смесь мексиканской и корейской кухни, которая стала очень популярна в Лос-Анджелесе в последние несколько лет, и своим таким необычным фьюженом вкусов. Я так понимаю, что корейская составляющая мяса не касается? Нет, как раз-таки из корейского здесь находится барбекю, корейской барбекю, которая готовится точно так же, как и в традиционных корейских заведениях. Так, вот сейчас поподробнее, потому что сейчас очень многие напряглись, потому что знают, что готовят в традиционных корейских заведениях. Корейское барбекю делают из говядины и свинины, в большей, в частности. Поэтому мы будем готовить мясо так, как его готовят корейцы, а далее его складывать в тако, так, как это делают мексиканцы. Все понятно. Ну что ж, для того, чтобы тако не получилось, не тако, нужно правильно выбрать продукты, а поможет нам Марина Ильяшевич. Доброе утро! Сегодня мы отправляемся исключительно за популярной овощной культурой почти у всех народов мира – чесноком. Сложно себе представить другой овощ, который был бы так же распространен в различных кулинарных традициях. Широко используют чеснок для приготовления соусов, салатов, мясных блюд, для маринования овощей. Кроме того, сам чеснок также маринует и подают как гарнир. О выборе и хранении далее в программе. Войны использовали чеснок, чтобы взбодриться, а спортсмены на Олимпийских играх прибегали к этому продукту с целью получить мгновенный прилив сил. Благодаря своему пикантному жгучему вкусу, чеснок используется как приправа. Сегодня кухня многих народов мира предполагает использование чеснока в составе самых различных блюд. Чеснок довольно сухой овощ, поскольку содержание воды в нем всего лишь 58-65%. К тому же он довольно питательный продукт, ведь его калорийность почти, как у черного хлеба, 145 калорий на 100 грамм. Старайтесь не хранить чеснок в холодильнике, так как он становится сухим и теряет свой вкус. И мой совет, чтобы очистить чеснок, положите зубчик на разделочную доску и аккуратно надавить на него плоской стороной ножа, так, чтобы лопнула шелуха. После этого снимите шелуху зубчика. Ну, а к нашему блюду я выбираю говядину, имбирь, морковь, капуста и чеснок. Сегодня у нас в гостях та, которая открыла Америку сначала для себя, а теперь открывает ее для белорусов. Колумбия, Ксения Ёрш. Ну, можно и так тебя буду называть. С чего для тебя начиналась Америка? Ты же там и училась, правильно? Да, я сначала поехала туда учиться тому, чем я всегда хотела заниматься всю свою жизнь. Это продюсирование. Точнее, изначально я поехала учиться туда в киноакадемию и за время учебы поняла, что продюсирование это то, что мне ближе всего. И отучившись там, захотела попробовать себя в индустрии именно этой страны. И, к счастью, дела начали складываться хорошо. И появилась возможность остаться там и карьеру свою строить именно в Лос-Анджелесе. Ты знаешь, сейчас очень актуальны вопросы образования, в том числе и в Беларуси, в том числе и высшего образования. Поэтому меня, как журналист, и как человека серьезного, который держит руку на пульсе всего происходящего в нашей стране, интересуются следующий вопрос. Как на английском звучит фраза «О голову ты дома не забыл?» Да, это хороший вопрос. Можно его перевести это дословно, конечно. Или, например, как американский преподаватель возмущенно говорит «Лес рук». Вот как это все происходит? А вот что хорошо, американские преподаватели не говорят возмущенно. Они понимают, что им платят очень большие деньги студенты за возможность обучения. И преподавание само по себе это нечто крайне престижное. Но, с другой стороны, и те, кто учится, это зачастую люди, которые уже давным-давно окончили школу, уже строят свою карьеру в каком-то определенном русле. И после этого они собрались силами, с мыслями и взяли кредит на дорогостоящее обучение для того, чтобы получить высшее образование. То есть высшее образование – это такая привилегия и роскошь, скорее, чем необходимость и этап пути, который проходят абсолютно все. Насколько мне известно, для того, чтобы получить высшее образование, в общем сложности все расходы составят примерно 1240-250 на одно лицо. Да, это зависит от вуза и от места, где он находится, а также от сферы деятельности. То есть юристы и врачи – это традиционно самое дорогостоящее обучение, которое варьируется от 300 до 700 тысяч долларов. Самообучение. Мы не включаем в это даже затраты на проживание. Есть большое количество небольших колледжей и небольших вузов, в которых вообще можно учиться бесплатно. Американцы прекрасны тем, что у них есть огромное количество грантов, которые можно получить, поэтому Америка находится на расстоянии 12-часового полета и не более того. Ну да, это, наверное, самый простой способ получить бесплатное образование за пределами страны. Ну а что еще интересного происходит в Соединенных Штатах, расскажут наши коллеги. Дизайн американского флага был разработан 17-летним школьником Бобом Хептон. Стоит отметить, что за свой проект ученик получил 4 с минусом. Однако, когда флаг был утвержден Конгрессом в качестве национального, учитель взял и повысил оценку до 5. Когда американцу исполняется 16 лет, он имеет право водить машину. В 18 лет может голосовать и носить пистолет, но только в 21 получает право покупать алкоголь. Взять кредит, скажем, на жилье или автомобиль – нормальное для Америки явление, поэтому более 90% населения США живут в долг. Если у вас в кармане лежит только 10 долларов и при этом нет долгов, то вы богаче, чем 25% американцев. США известны своими странными законами. К примеру, в штате Огайо в городе Колумбус запрещено покупать кукурузные хлопья по воскресеньям, а в штате Техас нельзя стрелять по бизонам со второго этажа отеля. В штате Айдаха незаконный рыбачий сидя на верблюде. Но кто-то же это все нарушает? Сам себя не похвалишь, не получишь свой миллион долларов. Именно такое правило работает в США. Здесь лишней скромности, наверное, приверженцев нет. Абсолютно нет. И в том, что касается карьерных продвижений, всегда приветствуется инициатива. В каждой компании, киноиндустрии в том числе, считается правильным и необходимым, когда человек сам чувствует, что он дозрел до того, чтобы выйти на новый уровень, он должен об этом сообщить и объяснить, обосновать, почему он считает, что у него должно быть больше обязанностей, он должен больше зарабатывать денег и так далее. Поэтому скромность, это скорее воспринимается как неуверенность в себе, что человек, значит, он еще не чувствует, что он готов выйти на следующий уровень своего профессионального развития. То есть, как только ты считаешь, что... Если у нас принято, например, очень скромно приходить и говорить, «Мне кажется, что вы должны повысить зарплату». А там нужно прийти и сказать, «Вы мне должны повысить зарплату, потому что, во-первых, теперь я не только прихожу вовремя на работу, но и ухожу вовремя на работу». Да? Да, да. Но, естественно, подо всем этим должно быть какое-то строгое обоснование, потому что... Я умею то-то-то-то. ...наглости тоже никто абсолютно не любит. И в киноиндустрии в том числе это вообще такая доброжелательность, дружелюбность и легкость в общении – это то, что необходимо абсолютно каждому человеку. От актера до уборщика на площадке. А как же вот эти все знаменитые актерские истерики? Или это только для наших? Это миф, который... И часть их брендинга. На самом деле, если хотя бы один актер на самом деле вел себя так, как в средствах массовой информации говорят, они себя ведут, у них давно уже не было бы работы. То есть совершенно зря в подготовке концерта для Дженнифер Лопус делали ремонт в номере, в котором она жила зря, покупали все эти белые обои, все эти белые унитазы, превращали полностью... Это все было зря? Это разница между техническим райдером или, так сказать, их списком требований, которые селебрити выставляют, когда они едут на тур, на гастроли и так далее, и их общением и взаимоотношением со всеми участниками съемочного процесса или концертного процесса. Самое время познакомиться с профессиональной, дружелюбной, в меру скромной и очень технически подкованной аппаратурой от наших партнеров, от Bosch. Вот эта вот кухонная машина Мум-5 делает практически все кулинарные мечты реальностью. Шинкует, нарезает, готовит фарш, взбивает. Мне кажется, если с ней хорошо поговорить, она еще и детей укачивает. Но сейчас нас интересует исключительно нарезание, нарубание, морковки для така. Еще прям возьмем вот так. И погнали! Ну что ж, видишь, в одной чаше у нас встретились заслуженные белокочанные и начинающие синенькие. Если о знаменитостях мы поговорили лишь вскользь, то теперь самое время уделить им побольше внимания. На наш вкус Соединенные Штаты Америки – это, конечно же, Голливуд. Причем Беларусь не так далека от этой киноимперии, как кажется. Ведь многие основатели Голливуда выходятся из наших краев. Поговорим об этом с нашим гостем. У нас студия, актер театра и кино, заслуженный артист Беларуси Игорь Сегов. Здравствуйте. Здравствуйте. А ведь и правда, Warner Root Brothers, да, это из Витебской области, а не Метро, Голдвин, Майер из Минска, если я не ошибаюсь, Карлетт Йоханссон, Форд. Все они имеют белорусские корни. Да, все, в общем-то, весь Голливуд – это сплошная Беларусь. Почему же тогда в Беларуси до сих пор нет Оскара? Как думаете? Ну, зачем же он здесь, когда он есть в Голливуде? Ну, не может быть. Надо, чтобы там был свой Оскар, а мы и так просто готовим кадры. У нас есть листопад. Да, у нас есть листопад. Но, тем не менее, мне кажется, как любой спортсмен мечтает об олимпийском золоте, так наверняка и актеры грезят, подержать эту заветную статуэтку в руках, да? Ведь вы были очень близки к этому. Я нашим телезрителям напомню, что в 2010 году ирландским режиссером был снят фильм «Двери», в котором Игорь Сегов сыграл одну из главных ролей, да, и был фильм номинирован на Оскар. И вот мы отправились в Лос-Анджелес, и знаменитый театр «Долби». Помните эти первые впечатления? Да, только театр был «Кодек», тогда еще, да. Вот на следующий год они переехали в другое место. Может быть, не 100% актеров, но процентов 80-60% особенно киноактеров, естественно, мечтают побывать на Оскаре. У меня сбылась почти, ну, то есть мы не взяли Оскара, фильм не взял Оскар. Но тем, что он уже был номинирован, это уже большая победа этой картины. Хотя она небольшая, то есть 17 минут всего лишь. Для нас Оскар – это красивая картинка, которую мы только имеем возможность видеть, да, а вот изнутри, как там все устроено? С чего начинается Оскар? С красной ковровой дорожки? Нет, Оскар начинается с того, когда ты выходишь из отеля, и у тебя подъезжает лимузин. Ну, для меня. Смокинг. Да, смокинг, лимузин, в котором стоит там шампанское и так далее, 5-10, и ты подъезжаешь непосредственно к театру «Кодек», проходя какие-то кордоны, то есть там, вот. Потом тебе очень мило открывать дверь, лимузин. А это правда, что паспорт спрашивают, да, проверяют документы? Да, обязательно. Мне сложно представить, как, например, Ди Каприо или Брэда Питта просит «покажите паспорт» на входе. Ну, я не думаю, что именно у них это спрашивают, вот. А именно те, кто были номинированы и кто, возможно, там из другой страны. Но, во всяком случае, было обязательно паспорт и приглашение на церемонию. Просили не брать с собой фотоаппараты, то есть ничего не видел, камеру, когда ты выходишь на красную дорожку. Только, ну, вот, телефон и ты. А это на красноковровой дорожке вы случайно наступили на подол Анжелин Джоли? Нет, это было не на красной дорожке, это было там уже непосредственно в фойе, в театре. С кем еще из знаменитостей вы там пересеклись? Ну, я много с кем пересеклись. Я уже говорил, что, ну, с Кианом Ривз я курил в курилке. Хотя он разговаривал, по всей видимости, либо со своим агентом, потому что он был очень занят. Я видел, что были какие-то проблемы жизненные, я так думаю, у него. Я не понимал, я очень, в общем-то, не владею английским языком настолько, чтобы можно было разговаривать. Ну, наблюдая за ним, я понял, что они такие же, как и мы, у них свои проблемы, такие же проблемы, какие-то неурядицы. Пусть, да, ну, там другие оклады и гонорары. Существенно. Ну, там и жизнь дорогая тоже, если вы говорите про это. С Тарантина мы взяли один бокал шампанского. Не поделили? Нет, нет, он очень мило предложил мне уступить. Я сказал, нет, 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 но это было очень смешно выглядело, когда, ну, представься, вот вы Тарантина берете стакан, да, и я беру, берите стакан. Вас не стакан. И говорите, please, please. Пожалуйста, плачьте. Ну, thank you. То есть это было немножечко такое, потому что, когда ты поднимаешь голову, он чуть повыше меня, на голову, наверное. Ну, во всяком случае, мне так показалось, потому что я смотрел на него снизу вверх. Вот интересно, как Голливуд отнесся к картине? Все-таки это такая наша белорусско-украинская история. А снимали ирландцы, правда, какой парадокс? Да, снимали ирландцы. История наша, снимали ирландцы. Да, по книге Алексеевич. В общем-то, проблема-то мировая, ну, как оказалось, да, и проблема-то картины. В общем-то, не столько сам Чернобыль, сколько судьбы людей. Что понятно везде. Которых он поменял, да. Я видел реакцию американцев на эту картину. И я вам скажу, они выходили и плакали. То есть они не бесчувственные люди, как мы привыкли думать, там, тупые американцы с попкорном. Нет, они тоже люди. Интересно, вас узнавали там на улицах, автографы просили? Я думаю, что меня воспринимали иногда, может быть, не за меня, не за Игоря Сегова, а за других голливудских артистов, например, там, Брюс Уиллис, там, понимаете? Кстати, есть сходство, да, да, да. Мы же актеры привыкли. Да, это я, вы меня узнали, да? Хотя на самом деле, может быть, смотрели совершенно в другую сторону. Интересно, какой у вас Макин сегодня пошит? На самом деле, эмоций много, разных абсолютно, поэтому... И дай бог, чтобы еще был повод туда съездить и не раз, и уже выйти на сцену за статуэткой. Вот мне сказали так, друзья, что говорит, ну, дорожку ты уже проложил, теперь нужно в следующий раз ехать уже за статуэткой. Ну что, спасибо большое, что заглянули к нам в студию этим утром. Если вы никогда не были в США, то задумайтесь, может быть, и не стоит, потому что сегодня в программе «На наш вкус» с Ксенией Ёрш мы говорим о США и, в частности, о Лос-Анджелесе. А готовим мексиканско-корейское блюдо под названием «Така» с корейским барбекюем. С корейским барбекюем. Хорошо. Значит, у нас готова начинка, мясо, обязательно оно будет пожарено, и лепешки. Но мы понимаем, что в наших-то широтах не очень распространены кукурузные лепешки, поэтому можно использовать обыкновенный лаваш. Займемся, собственно, его подсушиванием, так? Для нашей американской мечты вовсе никуда не нужно лететь. В кулинарной студии «Легурме» полная свобода в выборе рецепта, абсолютная независимость в пользовании посуды и, конечно же, обещание процветания, если речь идет о чем-нибудь вкусненькое. А пока вопрос. Ну, я знаю, что в Америке в каждом штате есть очень странные законы, например, в штате Аризона, если вы попытаетесь уложить спать осла в ванную, то это грозит серьезным штрафом. Только вот у меня возникает вопрос, а если по обоюдному желанию, если осел, может быть, сам сказал, пожалуйста, уложи меня спать в ванную, вот тогда в таких случаях? Я думаю, что эти законы можно разделить на две категории. Одна из них — это просто очень странные и нелепые законы, когда непонятно, почему это прописано вообще. А другое — это когда в каждом штате есть своя специфика и что-то необходимо регламентировать. То есть во Флориде, например, животные должны платить за парковку. То есть если там слоны и лошади, если вы едите верхом, остановились на улице, то за парковочное место необходимо заплатить так же, как за автомобиль. А, в этом смысле, потому что я представил это себе немножечко по-другому, и тогда известная белорусская фраза «ты где, козел, припарковался» обретает совершенно конкретный американский смысл. Да. В Калифорнии каких-то суперстранных законов нет, есть просто какие-то новшества и правила, которым нужно следовать. Ну, например, несколько лет назад запретили все пластиковые пакеты. Мне кажется, с этой проблемой в 90-х у нас прекрасно справлялись, когда придумали стирать пластиковые пакеты и сушить их на прищепке. И использовать, да. В этом-то мы немножечко обогнали штаты. Так, ну что, вот оно немножко вот так вот прям подхрустивает уже, да? Прекрасно. Вот это прям то, что нам необходимо. Отлично. Хорошо. Хорошо. Осталось взять мясо, поджарить его для нашего така. Мясо мы храним в холодильнике Bosch. 10 лет гарантии на сам холодильник, на компрессор. В общем, одно удовольствие. Обратите внимание, мясо мы храним в специальных криспер-боксах. Там оно сохраняется дольше, остается свежим. Не удивляйтесь, что мясо в пакетике, потому что есть один небольшой секрет, как приготовить мясо для настоящих такос. А с мясом все очень просто. Мы берем обыкновенный стейк, тонко его нарезаем, смешиваем его с имбирем, коричневым сахаром, чесноком, оливковым маслом и перцем чили. Затем все это складываем в один пакет и очень хорошо перемешиваем. Соевый соус еще необходимо не забыть, конечно же. Взбалтываем, перемешиваем и таким образом отправляем в холодильник от 15 минут до 4 часов. После чего нам необходимо его просто пожарить. Ну а другие интересные факты о жизни США расскажут наши коллеги. Каждый день в США продается 400 тысяч квадратных метров пиццы, съедая 150 миллионов хот-догов. Пища там очень калорийная, поэтому 70% населения страдают избыточным весом. Американцы придумали интернет, социальные сети и активно этим пользуются. Вот каждая восьмая семья в США была создана благодаря знакомству в интернете. США на втором месте по численности крупного ргатого скота. Но в штате Монтана их так много, что в три раза превышает количество жителей. Кто изображен на долларах в США? Президенты, ответите вы хором и будете правы лишь частично. На 10-ти долларовой купюре портрет первого министра финансов США Александра Гамильтона. А на 100 долларах Бенджамин Франклин. Он был и публицистом, и дипломатом, и журналистом, политиком, но президентом не был. Мне кажется, вот эта затянувшаяся молчалевая пауза именно ярче всего характеризует реакцию настоящих лос-анжелесцев на наши тако. Потому что, как мы ни старались, тако себе получилось. Ну, в любом случае, надо попробовать. Обязательно, конечно. По форме они немножечко уступают, но это и не кукурузные. Но мы будем кушать их так, как едят тако, то есть руками. Мы будем их кушать так, как едят бренд Минска 2017. Мы будем есть их как шаурму. Так. Ну что, я считаю, несмотря на странную форму, вкус все равно удался. Боже мой, мне надо вести какое-нибудь кулинарное шоу. Как мы убедились, лаваш, он, конечно, не идеально заменяет нам мучные или кукурузные тортили. Но вкус все равно получается довольно прекрасным. А правда, что американцы прям трудоголики, они прям с шести утра вкалывают до позднего вечера? Да. Был как-то опрос, проводился, когда американцы спросили, о чем вы больше всего жалеете из того, как вы распределяете время. И они сказали, что слишком, большинство людей ответило, что слишком много работаем и мало времени проводим с семьей и друзьями. И тогда им задали следующий вопрос. На что бы вы тратили время, если бы у вас появился дополнительный день в неделю? Они сказали, тратили на работу. Да, сумасшедшая. Ну вот пока американцы тратят свой дополнительный день на работу, мы наслаждаемся жизнью, кушаем такос и слушаем музыку. А у нас в гостях была Синья Ёрш. 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 Синья Ёрш.